Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 23 апреля, Великий Вторник. Православная Церковь совершает память мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и иных 33-х. Святой мученик Терентий и его дружина пострадали при императоре Декие в 249-251 годах. Император издал указ, в котором повелевалось всем подданным приносить жертвы языческим идолам. Когда этот указ получил правитель Африки Фортуна Тиан, он созвал народ на площади, Показал страшное орудие пыток и объявил, что все без исключения должны принести жертвы идолам. Многие, испугавшись мучений, согласились. Но 40 христиан во главе со святым Терентием мужественно заявили о своей верности Спасителю. Фортуна Тиан удивился их смелости и спросил, как они, разумные люди, могут исповедовать Богом того, кто был распят иудеями, как злодей. В ответ на это святой Терентий смело ответил, что они веруют в Спасителя, добровольно претерпевшего крестную смерть и в третий день воскресшего. Фортуна Тиан понял, что Терентий своим примером воодушевляет других и велел заточить его в темницу вместе с тремя его ближайшими друзьями – Африканом, Максимом и Помпием. Остальных мучеников, в том числе Зенона, Александра и Феодора, Фортуна Тиан решил принудить к отречению от Христа. Однако ни уговоры, ни страшные мучения не поколебали святых мучеников. Их жгли раскаленным железом, поливали раны уксусом, растирали солью, строгали железными когтями. Несмотря на страдания, святые не ослабевали в исповедании Христа, и Господь укреплял их. Фортуна Тиан велел привезти страдальцев в храм и еще раз предложил им принести жертву идолам. Мужественные воины Христовы воззвали к Богу, Божие всесильные, пролившие некогда огонь на Содом, за беззаконие его, разори и ныне этот нечестивый храм идольский, ради истины Твоей. Идолы упали с грохотом и рассыпались, а затем разрушился весь храм. Разъяренный правитель приказал казнить их. Мученики, славя Бога, преклонили свои головы под меч палача. После казни 36 мучеников Фортуна Тиан призвал к себе Терентия, Максима, Африкана и Помпия, показал им казненных и снова предложил принести жертву идолам. Мученики отказались. Правитель наложил на них тяжелые оковы и приказал морить в темнице голодом. Ночью ангел Господень снял с мучеников оковы и напитал их. Наутро стража нашла святых бодрыми и полными сил. Тогда Фортуна Тиан приказал волхвам и заклинателям навести в темницу змей и всяких гадов. Стражи через отверстие в крыше заглянули в темницу и увидели невредимых мучеников, которые молились, а змеи ползали у их ног. Когда заклинатели, исполняя приказания, открыли двери темницы, смеи, не слушая заклинаний, бросились на них и стали жалить. Разъяренный Фортуна Тиан повелел обезглавить святых мучеников. Христиане взяли их святые тела и погребли с честью за городом. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Иакова Пресвитера, Азадана и Авдикия Диаконов. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Иакова Пресвитера, Азадана и Авдикия Диаконов Персидских, священомученика Григория Пятого, патриарха Константинопольского, священомученика Флегонта Пангильского Пресвитера, мученика Дмитрия Вдовина. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Ти за именинство. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok